Приветствую вас. Есть у меня смутные подозрения, что коллега, которая ответила вам, рассказала все, то есть, по сути дела, задала тот вектор, в котором она должна двигаться, вектор это довольно обширный, но тем не менее, я все же, ну, с своей стороны, попробую вам помочь, с своей стороны, я попробую ответить вам на вопрос, да, то есть, понимаю, что вас это волнует, понимает, что вас это беспокоит, понимает, что вы как-то вот хотели бы ситуацию изменить, понимает, что, ну, действительно, вы переживаете по поводу того, что вам делать, и понимает, что вы реально можете быть в тупике. Значит, что вы нам даете понять? О чем вы нам рассказываете? Значит, первое, о чем вы говорите, это то, что, значит, вы довольно симпатичная девочка, и вы знаете, видите, что мужчина обращает на вас внимание. Это, надо сказать, очень хорошо, что вы вот так о себе думаете, и это здорово, я думаю, что вы таким образом себя оцениваете, я думаю, что это прекрасно, я думаю, что вам нужно, ну, вот в таком же, в таком же духе продолжать дальше, но у того, что, значит, значит, все мужчины, как вы говорите, исчезают, ну, после вот первого свидания, да, говорит, к сожалению, о том, что вы как-то, ну, неправильно себя ведете с ними, то есть, либо вы, если ваше поведение такое, что вы производите впечатление, впечатление слишком сильной женщины, настолько, что мужчина не видит для себя возможности как-то вот с вами спеть в отношениях. Такое на самом деле бывает очень часто, когда мужчина видит, что женщина довольно яркая, довольно привлекательная, довольно такая живая и активная, вот, но он так же и видит то, что для него она не доступна. То есть, полагаю, что основная ваша проблема заключается в том, и по импотерапии понять меня здесь правильно, правильно, значит, основная ваша проблема на мой взгляд заключается в том, что вы не умеете быть слабым. Вот я думаю, что ваша основная проблема в том, что вы не можете быть слабым, но не умеете вы в силу ряда причин быть слабым. Что это по сути дела значит? То, что вы не умеете быть слабым. Это означает, что вы не можете, значит, мужчине дать некую такую, знаете, инициативу, да? То есть, вы не можете мужчине позволить как-то вот реализовывать себя с вами. И это очень-очень плохо, потому что если мужчина не чувствует, что может быть, значит, если мужчина не чувствует, что может быть сильным рядом с женщиной, то, естественно, естественно, у него возникнет нежелание, значит, быть с этой, ну, такой же женщиной. Как бы сильно он не хотел с ней быть, он не будет. И давайте подумаем, каких отношений с мужчиной вы бы вообще хотели бы? Так. Какие отношения с мужчинами вас увлекают? А, то есть, какие отношения с мужчинами вы считаете для себя возможными? Это, ну, тоже очень важный момент, потому что именно от этого момента вам нужно отталкиваться. В зависимости от того, какого мужчину вы хотите видеть рядом с собой, вам нужно восхищать свою модель поведения. И без этой модели поведения, ну, у вас, к сожалению, ничего не получится. Это я вам могу сказать совершенно точно, потому что без модели поведения, без достаточно четкой модели поведения у вас нет чем-то подправить отношения. Какой бы симпатичной вы не были. Да, то есть, значит, стоит вопрос о том, можете ли вы быть слабой. Это первое. Значит, второе. Второй момент, о котором я хотел бы сказать заключается в том, что вполне может быть такая интересная ситуация, на мой, опять же, взгляд, что вы просто подсознательно боитесь отношений. Ну, вот, просто подсознательно вы их избегаете. То есть, понимаете, что вроде бы как и надо, понимаете, что вроде бы как и нужно выстраивать отношения, но все-таки вам они, либо вы их побоитесь, либо вы не хотите их строить, устраивать, а делать это только потому что, ну, потому что так того требует, ну, общество, может быть, или сто тысяч. Хотя, лично я думаю, что, ну, вряд ли вы как-то реально ориентируетесь на общество. То есть, ну, почему-то, как кажется, что дело здесь совсем не в этом. Вот. Ну, я думаю, что именно такие могут быть у вас причины, по которым могут не складываться ваши отношения с мужчинами. И, соответственно, я думаю, что в любом случае нужно анализировать то, что с вами происходило, в том числе детско-родительские отношения, да, в том числе и взаимоотношения с мужчинами до этого. То есть, были ли у вас отношения, да, вот вы говорите, что раньше такого не было, и Кирилл, собственно говоря, только вот недавно, ну, то есть, с какого-то момента вы пишете, что раньше вообще таких проблем не было. Может, что-то с вами произошло. Вот. А что произошло? И нужно после этого разбирать. И пока разбора не будет, да, соответственно, соответственно, нельзя говорить о том, чтобы вам как-то адекватно помочь. Проблема может быть и в том, что вы просто неверно выстраиваете свои отношения с мужчинами, совершенно даже не подозревая в том, что можете делать что-то неправильно. Проблема может быть в том, что вы переносите модель отношений своих родителей на отношения с мужчинами. Такое тоже может быть. Проблема может быть в том, что вы мои. Такое тоже может быть. Понимаете? То есть вариантов масса. Но я думаю, что то, что вам нужно пробовать обязательно, это быть более, знаете, их более доступны. Не имеется в виду, что весит на шею как бы ему встречному, а имеется в виду больше позволять мужчине брать инициативу в свои руки. И вот мне кажется, что, мне кажется, что именно это, именно это, и является вашей основной причиной. По крайней мере, вот симптом, симптом, вот все на определенном. Чем он вызван? Это уже вопрос другой, и над этим вопросом нужно работать отдельно. Ну а пока, надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!